В декабре 1962 года поэма Анны Ахматовой «Реквием» впервые была перенесена на бумагу. До этого больше 20 лет «Реквием» хранился только в памяти самой поэтессы и некоторых ее друзей. Раскрепощение поэмы происходило на Садово-каретной улице Москвы в квартире Ники Глен. Ника Николаевна Глен – переводчик, редактор и литературный секретарь Ахматовой. Она перепечатывала поэму на машинке. А потом здесь же сделали запись на магнитофонную пленку. Ахматова прочитала весь цикл стихотворений «Реквиема». «Реквием» 1935-1940 годы. Вместо предисловия «Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде». Лидия Чуковская, одна из тех друзей Ахматовой, кто хранил поэму в своей памяти, записала. «Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема» шепотом, а у себя в фонтанном доме не решалась даже на шепот». Внезапно посреди разговора она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш, потом громко произносила что-нибудь светское. «Хотите чаю? Или вы очень загорели?» Потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. «Нынче такая ранняя осень», — громко говорила Анна Андреевна, и, черкнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. «А если когда-нибудь в этой стране воздвиглость задумают памятник мне, согласен, это дают торжество, но только с условием не ставить сего, не около моря, где я родилась. Последняя с морем разорвана свясть, Не в царском саду у заветного пня Детей безутешно ищет меня. А здесь, где стояло я 300 часов, И где для меня не открыли засов». Однако в 1962-м раскрепощение поэмы было далеко не окончательным. Ахматова надеялась на то, что «Реквием» напечатает новый мир. Но журнал отверг машинопись, «Реквием» пошел по рукам. В родной стране его издали только в 1987-м году.